На телеканале ННТ новости Дагестана в студии Махач Курбанов с последними событиями. Коротко о главном. Форум медиа-встреча в Махачкале. Главы северокавказских республик сегодня отвечали на вопросы журналистов. Подробности пресс-конференции через минуту. Спецрейсом из Махачкалы в Минск. Реликвии пророка доставили в столицу Республики Беларусь. Экзамен на крепость и выдержку. Каратисты Дагестана прошли аттестацию. Результат в спортивном блоке новостей. Объединят ли районы республики и города? И на что Дагестан потратит грант размером в 1 миллиард рублей? Эти и другие вопросы были озвучены на пресс-конференции с главами субъектов СКФО сегодня. Мероприятие проводится в рамках проходящего в эти дни форума медиа-встречи. Подробности у Хадижи Курбановой. Люди должны понимать и знать, что такое национальные проекты. И в этом смысле информационные агентства, СМИ, медиа-пространство является для нас, для органов власти обратной связью. Мы уже об этом говорили. Посредники общения власти и народа. 150 журналистов из регионов СКФО настроены на продуктивный диалог. Один из первых на вопросы журналистов отвечает глава Дагестана, куда будет потрачен грант за эффективную работу правительства размером в миллиард, который скоро поступит из федерального бюджета. Мы посоветуемся со всеми, в первую очередь вы сейчас можете взять уже работу, со всеми общественными организациями, политическими, союзами различных наших профессиональными, с бизнесом, конечно же с общественными мнениями, с жителями. Мы пройдем широкую, неформальную дискуссию, выберем лучшие гранты и уже проекты, их обсудив, выйдем на работу, она у нас налажена, с парламентом, опять же, публичным, с тем, чтобы утвердить бюджет, расходы этих денег. Прозвучал вопрос об объединении городов и районов в единый муниципальный центр, на что Владимир Васильев ответил, что идея не нова и обсуждается давно и активно. Однако финальное решение за главой государства. Кроме прочего, Васильев поделился с журналистами проделанной за 2019 год работой. По его словам, сложнее всего было освоить бюджет. У нас допустим на социальную сферу здравоохранения, образования. В 2019 году выделено было средств в шесть раз больше, чем в 2018 году. Это было испытанием для нас, потому что мы начали с работы с кадром. Мы понимали, что если нам, победив терроризм, уголовные преступления, не навести порядок в сфере противодействия коррупции, теневой экономики, злоупотребления, у нас ничего не получится. Потому что деньги бюджетные уходили нецелевым образом. Из всех глав субъектов СКФО на медиа-встрече отсутствовал глава Чеченской республики. Тем не менее, коллеги из Чечни в пресс-конференции принимали активное участие. В частности, один из журналистов обратился к полпреду с вопросом о значении блокпостов между республиками. Практически эти посты существуют на всей территории России. Называется контрольно-заградительная система. Преступления, которые совершаются, и преступники вводят различные планы, тайфуны, вулканы. Как это останавливается, скажите, пожалуйста. Нормальному человеку, который живет спокойной, жизнь законно, не нарушать закон, это никакого проблемы нет. В завершении пресс-конференции главы республик рассказали, с какими фейковыми новостями они сталкивались в ходе своей деятельности и как на них реагировали. Я не скажу, что это такая проблема. Если бы я сказал, например, тема на его дальнейшего процесса работы, не на работе. Но он думает, у моего предшественника их буду больше. Я знаю, каких вещей. Но как к этому относиться? Да никак, работать. А здесь нет. В Кулинском районе торжественно открыли сразу два моста. Все это в рамках госпрограммы развития республиканских, межмуниципальных и местных дорог Дагестана. От имени главы региона местных жителей с этим событием поздравил первый вице-премьер республики Гажимагомед Гусейнов. Мы будем строить дороги с твердым уже покрытием, с асфальтом до районных центров всего горного Дагестана. Все районные центры, на которых нет асфальта, все районные центры во всем горном Дагестане будут обеспечены асфальтом. Два открытых моста в районе имеют стратегическое значение. Они расположены на 21-м километре автодороги Кумух-Вихли-Вачи и на 123-м километре автодороги Мамраш-Тахкапур-Араканский мост. Вопросы профилактики вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность обсудили в Дагестанском государственном педагогическом университете. Там прошла вторая региональная научно-практическая конференция. В ней участвовали представители власти, религиозные и общественные деятели. Эксперты предостерегали школьников и студентов от пагубной идеологии терроризма. Выступившие отметили необходимость совместной работы общественных организаций, органов власти и вузов республики. Экстремизм направлен против конституционного устройства Российской Федерации. Если мы не будем придерживаться, не бороться с этим вовремя, она будет, мы кого вырастим, мы же не знаем с вами завтра. Нам молодежь это самая активная часть республики Дагестан, Российской Федерации в целом. Если их правильного русла не направить, их не трудоустроить, не контролировать, не создавать рабочие места им последующим, конечно у нас возникнут проблемы. Из-за этого мы боремся с этим, создаем необходимые площадки. Эта площадка своего рода, знаете как, мы примем резолюцию круглого стола, будет сама конференция в целом. И итоги будем публиковать. И это есть для молодежи более соответствующим, на чем можно работать. В свет вышла новая книга «Весы справедливости». Над изданием работали сотрудники отдела образования и науки при Муфтиате Дагестана. Презентация труда состоялась в Национальной библиотеке Махачкалы. Подробности узнавал Хамзанур Магомедов. Книга на русский язык переведена с арабского. Её автором является сирийский мусульманский учёный 20 века Абдуль-Кадыр Исадияб. Он написал это издание, чтобы люди могли отличить истину от лжи в религиозных вопросах. Сотрудники отдела образования и науки при Муфтиате Дагестана работали на дне 7 месяцев. Автор разделил книгу на несколько больших разделов. Имеется раздел, касающийся, например, вероубеждения акиды мусульманина. Так как мы знаем, что акида имеет правильное вероубеждение очень важно, ибо без соответствующего правильного вероубеждения рушится и религия человека. Далее такие важные разделы, как мусульманское право, основа мусульманского права, суфизм и так далее. На презентацию пришли не только преподаватели и студенты религиозных образовательных учреждений, но и светских вузов. Эксперты отметили, что книга рассчитана на широкий круг читателей. Особенно полезным она будет для тех, кто занимается профилактикой идеологии экстремизма и терроризма молодёжной среде. Теперь появилась возможность для всех тех, кто работает с молодёжем по долгу службы, начиная с правоохранительных органов, представителей, которые занимаются этим вопросом, и также теми, которые занимаются органы государственной власти, так или иначе сталкиваются с этим вопросом. Для них это будет незаменимым пособием. Потому что по своей практике, по своей работе я это знаю, что на идеологические вопросы можно ответить только таким же оружием, то есть быть идеологически подкованным. Отдел науки и образования при Муфтиате за четыре года существования выпустило уже более 50 изданий на русском, арабском и национальных языках. В ближайшее время к печати готовятся ещё две книги, авторами которых являются Магди Мухаммада Сугури и Умара Фанди Алигали. Они посвящены тому, какие науки и книги изучали наши предки в Дагестане. Хамза Нурмагамидов, Магамид Магамидов, телеканал ННТ, Махачкала. Спецрейсом из Дагестана в Минск доставили бесценные для мусульман реликвии. Предметы, принадлежавшие пророку Мухаммаду, мир ему и благословение, членам его семьи и ближайшим сподвижникам. В их числе чаша пророка, кувшин его дочери Фатимы, ключи от Каабы, фрагмент чёрного камня Каабы. Они будут представлены в музее на протяжении трёх дней – 6, 7 и 8 декабря. Ознакомившись вот с этими вещами, перейдя на знакомство более углубленное, душевное, умственное, интеллектуальное, всем своим существом жизни и деятельности тех далёких предков мусульман, которым эти вещи принадлежали. Каратисты Дагестана прошли проверку. В Махачкале накануне завершился двухдневный семинар аттестации. Проводил мероприятие президент Российского союза кёку-синкай-карате Сергей Якунин. Какую оценку обладатель «Чёрного пояса» дал технике наших спортсменов, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Знание техники – это основа школы боевого искусства кёку-синкай-карате. Аттестация проходит каждые полгода. Экзамен позволяет определить уровень мастерства. Только в случае успеха боец получает право носить пояс следующего ранга. Результат нашей работы – это вот как с тренеров и экзамен у учеников наших. Здесь сдают вот на мелкие пояса экзамены. Это знание, это школа, поэтому то, что они проходят, они сдают. И дальше вот из класса в класс, как они переходят, они вот здесь вот у нас по поясам переходят. Приезд обладателя «Чёрного пояса» из самого высшего в России 9-го дана Сергея Якунина собрал около 120 человек. Проверку знаний или, как говорят сами каратисты, кью-тест проходят спортсмены из разных уголков Дагестана, а также из Ингушетии и Ставропольского края. Мастер Якунин приезжает в республику лишь второй раз, однако знает о наших спортсменах не понаслышке. В Дагестане всегда как бы школа, бойцовская школа, спортивная школа была на очень высоком уровне. Но и техническая школа тоже подтягивается, поэтому я думаю, что Дагестан занимает одно из лидирующих мест вообще, как по развитию школы. Поэтому о сегодняшнем мероприятии тому яркое подтверждение. Показав свои технические навыки и сдав общую физподготовку, старшей группе предстоят ещё и бои. На получение чёрных поясов претендует 7 человек. Каждый из них должен пройти дополнительное испытание, провести по 10-20 поединков подряд. Экзамен, в данном случае Кумите, это как раз то испытание, которое позволяет человеку мобилизоваться, попытаться проявить все свои возможности, знания, ну и с другой стороны дать такую возможность своему партнёру. Поэтому Кумите, это привести уважение, будут хорошие, жёсткие бои, но при этом уважение будет на первом месте. Это испытание как бы. Здесь не будет такой вот соревновательной работы, такой вот не будет. У нас, да, проверка техники, технических данных, духа бойца и как он выдерживает несколько поединков друг за другом. Организаторы семинара уверены, что личный приезд, опыт и общение с прославленным тренером дадут общий толчок местным школам. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас всё. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите новости в Ютьюбе и Инстаграм. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»